Друзья, всем доброе утро! Всем здравствуйте! Всех вас поздравляю с праздником! 8 марта, женский день. Желаю вам всем крепкого здоровья, быть любимыми, любить, чтобы окружали вас самые-самые верные, дорогие вам любящие люди. Всем нам хорошей весенней погодки, ну и, конечно же, мирного неба нам всем. Купила вчера мясо. Сейчас покажу, какое. Буду мариновать. Не мясо, а голень и бедро, всё вместе. Курица. Сейчас буду мариновать с утречка. У нас время 8 часов утра. Сейчас покажу, какая погодка у нас. Вот. Замариную мяско. Часа два помаринуется и приготовлю его в духовке. Хотела, чтобы мои мужички пожарили на костре. Но что-то погода не очень-то. Холодно. Я говорю, да ладно, дети, нажаримся ещё всё лето впереди. Весна впереди, лето впереди. Тепла будет много. Будьте, говорю, там морозится ещё на улице. Говорю, я ей дома пожарю. Торт купила. Хотела сама испечь. Думаю, нет. Такой не испеку, какой любят внучки. Они у меня любят медовый. Вот. Поэтому купили, заехали тортик вчера с Валерой на наш хлебозавод. У нас вкусные торты выпекают. Даже наш хлебозавод в Иксунске занимает первые места на выставках. Вот. Так что вот и всё. Посидим своей семьёй, отметим. Ну и всё. Вот такой вот будет у нас семейный тихий праздник. Всё. Начинаем мариновать курочку. Снежок у нас на улице. Сейчас покажу, какая погодка. Небо затянуто и снег летит. Вот такой у нас 8 марта. Так. За килограмм. 188, 80, 189 рублей килограмм. Помоем. Прям большие какие, видите. Помыла. Сейчас будем мариновать. Значит, майонез. Добавляем. Раз. Два. Три. Три столовых ложки. О, как раз выдавила всё. Так. Кетчуп. Добавляем. Так. Раз. Два. Три. Всё по три. Горчица. Горчицу. Раз. Два. Три. Теперь аджика. Одной ложки хватит. А то будет острая. Так. А ты вкусная. Соль адыгейская. Чуть-чуть. Потому что аджика очень солёная. Очень острая. Так. Чуть-чуть. Так. Соли можно было не добавлять. Потому что у меня же есть. Я и забыла. Соевый соус. Добавляем. Соевый соус. Побольше. Так вот. Чтобы прям хорошо можно было промариновать. Ну и всё. А ещё тут у меня что есть. Подождите. Сушёный чеснок. Который мы сделали. Сами. Так. Вот немножечко. Ой. Какой душистый. Боже мой. Так. Сушёный чеснок. Чайную ложечку. И вот нашла в холодильнике. Соус брусеничный. Дети покупали. Не знаю зачем. Так. Сюда тоже добавлю. Надо. Не надо. А добавила. Так. Всё. Перемешаем. И вот этим все вкусняшкой сейчас залью наши окорочка. Так. Заливаем. И на часа два. Пусть стоит. Маринуется. Поставила ещё вариться вот винегретик. Сделаю к мяску. Идёт фильм «Девчата». Такой хороший фильм. Так я его люблю. Такой искренне чистый. И сейчас таких нет. Кино. А раньше столько много было. Да. И вот пересматриваешь. И смотреть хочется и хочется до бесконечности. Эти наши советские хорошие фильмы. Душевные. О любви. Простота такая. Доброта. Ну что. Смотрю и готовлю дальше. Замариновалось у меня здесь мяско. Постояло где-то часа два. Сейчас я здесь обжарю на сливочном масле в сковородке. До румяной корочки. А потом в духовке уже они у меня будут томиться. Я мариновала, когда забыла их разделить. Представляете, девчонки. Сейчас вот разделила. Масло сливочное у меня здесь уже растаяло. Я сейчас прям буду обжаривать быстренько. Включу вентиляцию. Потому что сейчас будет у меня здесь переметь, гореть. На время отключаюсь. Всё. Вот так вот. Одна сковородочка у меня сейчас будет жариться. И потом дальше. Ну вот, друзья, я перевернула. Видите, вот такая вот на сливочном масле получается красивая корочка. Вот. Сейчас я всё сюда сложу. Вот в этот стеклянный свой большой противень. Вот. И потом в духовочку. Так, всё, золотистая золотая корочка у нас готова на мяске. Запечаталась сосок внутри. Теперь сейчас я поставлю в духовку. Так, друзья, пока у меня там парится, томится мясо, я здесь, видите, начистила уже всё, что отварилось у меня на винегрет. Сейчас я быстренько порежу. Так. Ну вот, друзья, порезала я и огуречки. Сюда же добавляем. Как бы всё, лук осталось. Меленько сейчас порежу лучок. Огурцом, может, ещё даже немножко можно добавить. Но я сейчас посмотрю на соль. Чтоб не подсталивать, я лучше добавлю огурцами. Лучок также режем меленько, примеленько. Вот так вот. Мелкими-мелкими кубиками надо постараться. Он сладкий, вкусный, но всё равно. Не наступо так чувствовался. Так, заливаем. Вот у меня оливковое масло. Немножечко поливаем. Всё. Перемешиваем и пробуем. Ой, давно я не делала, девчонки, винегрет. Я люблю винегрет. А вот Валера у меня особо вот такие салаты не любит. Ни оливье почему-то он не любит. Ни винегрет. Ест, ну так, смотрю, без охотки, без фанатизма. Всё. Готово. Пробуем. Он ещё должен немножко настояться. Сейчас вот это всё, чтобы капуста свой сок дала и огуренчик будет нормальненько. Раньше, когда жили в деревне, праздники какие-то проходили. И всегда собирались с большими компаниями родственники наши. И готовили вот такими тазами винегрет. Прям большущими тазами. Хоть поминки, хоть свадьбы, хоть праздники любые. И до того всё это было вкусно. Не было же там раньше оливье. Такого понятия не имели. А вот винегрет всегда готовили. Но раньше родители делали как? Они, в общем, лук, они немножечко обжаривали. Чуть-чуть на растительном масле. Сейчас вот мы добавляем сырой. Но раньше красного лука мы не выращивали. Выращивали обычный лук, репку. Так что поэтому с детства люблю винегрет. Придут дети, сын со снохой, внучки, которых вы видите всегда у меня на канале. Вероника, да Лерочка. Ну да, мы с Валерой всё. Те далеко у меня. В Питере живут остальные мои родные. Сынулечка, сноха и тоже двое внучаточек. Так что вот так вот всё будем праздновать. Сейчас покажу, какой ещё торт купила. И всё, наверное. Вот такой, 8 марта. Ну я уж не буду открывать. Видите, медовый. Вкусный, нежный-нежный медовый тортик. Рыжик называется. Медовый, рыжик. Ну очень вкусный. Выксанский хлебзавод, видите. Так, последний штрих. Водички налила немножко в плялочку. Добавляю укроп. У меня мороженое укроп. Вот тут щепотки 2-3. Так, и сушеный чеснок. Я потом поставлю видео, как я делала сушеный чеснок. Так, и вот это вот сейчас чесночком, укропчиком. Сейчас я полью наше мясо. Так, всё шкварчит под фольгой. И вот, видите, сколько много. Это я ничего не доливала. Это всё выделила мясо у нас. Только сока много. Сверху сейчас выливаем. Так, вот мяско наше. И всё на этом. Готов наш обед. Вот так, друзья, поближе показываю вам. Видите, так приготовилось наше мясо. Оно уже, видите, от кости отстаёт. Сейчас я вилочкой посмотрю, попробую. Так, ну вот, видите, мягкое, всё беленькое. Так, вот это вот, наверное, надо сейчас мне кусочек вот так оторвать и попробовать. Так, пробуем. Вкусно. Чесночком пахнет. Девочки, получилось нежное, мягкое, ароматное, вкусное. Готовьте. Не пожалеете. Хороший рецептик. Ну всё, друзья, будем садиться мы, отмечать 8 марта. Всех вас ещё раз с праздником. Всем вам здоровья, любви, счастья. Мирного неба нам всем. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»